Сегодня вечером центральные СМИ сообщили печальные новости о российской артистке балета и общественном деятеле Анастасии Юрьевне Волочковой. Вчера вечером к столичному ночному клубу «Джипси» подъехали машины полиции и скорой помощи. Чрезвычайным происшествием закончилось для Анастасии Волочковой и ее жениха Алексея посещение ночного заведения города Москвы. Последнюю неделю российская балерина словно летала на крыльях и готовилась к свадьбе, однако посещение ночного клуба разбило ее мечты о счастливой семейной жизни. Любимый жених, 27-летний Алексей, предал свою невесту, а сама женщина лишилась материальных ценностей и получила печальные последствия для своего здоровья. Газета «Ночные новости» сообщила подробности происшествия. За последние три года Анастасия Юрьевна трижды пыталась выйти замуж и все безуспешно. Первый жених-таксист из Геленджика долгое время притворялся крупным бизнесменом, а в итоге обманул артистку и скрылся с крупной суммой денег. Вторая попытка тоже закончилась неудачей. Звезда программы «Давай поженимся», с которым хотела связать свою судьбу Анастасия Волочкова, оказался криминальным авторитетом и вскоре сел в тюрьму. Ну а полтора месяца назад, как казалось, Анастасия встретила настоящую любовь. Молодой человек, 27-летний Алексей, моложе артистки на 20 лет, спортсмен и владелец сети пекарен в городе Москва. Однако король московской выпечки повел себя крайне странно и инфантильно по отношению к своей невесте. Во время посещения ночного клуба Анастасия Юрьевна увлеклась спиртным и стала плохо контролировать свои поступки. По данным камер видеослежения, Анастасия Волочкова вышла из ночного клуба и на артистку было совершено нападение. Примечательно, что 27-летний пекарь Алексей, который находился в момент нападения рядом с Анастасией, даже не подумал заступиться за невесту. Парень повел себя крайне странно, вернулся обратно в ночной клуб и стал куда-то звонить по сотовому телефону. У российской балерины были похищены драгоценные женские аксессуары, кредитные карты и денежная наличность в размере 200 тысяч рублей. В результате нападения Анастасия Волочкова получила черепно-мозговую травму и некоторое время пролежала в снегу. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Напомним, что совсем недавно в жизни Волочковой произошло еще одно печальное событие. Во время медицинской комиссии у артистки был обнаружен цирроз печени второй степени.